Привет! Сегодня я хочу обсудить историю одного опсёра, вследствие которого некое издательство не получит, скорее всего, уже потенциально массовую и прибыльную серию. А один писатель, опять же, вероятно, так и останется прозябать в умеренной известности. Но начнём сначала. Начнём с того, что такое SCP. Я думаю, большинство из вас знает, что такое SCP, но, тем не менее, наверняка попадутся те, кто первый раз об этом слышит. И для них специально SCP — это некая организация, выдуманная, которая называется Secure Contain Protect, можно перевести как «обезопасить, сохранить, защитить». Да, обезопасить, сохранить, защитить. Чем занимается эта вымышленная организация? Она находит, классифицирует, собственно говоря, сохраняет, обезопасивает и так далее, некие сверхъестественные объекты. Ну, как пример. Например, один из самых известных объектов SCP — это статуя, которая не двигается в то время, когда ты на неё смотришь, но стоит тебе прервать зрительность в ней контакт, в том числе даже моргнуть, она очень быстро к тебе приближается и просто, ну, подойдя к тебе вплотную, она тебе чаще всего ломает шею, либо душит тебя. SCP, в этих объектах SCP очень много, и самое интересное, почему этот проект зашёл, почему он понравился людям, все эти объекты, они описаны своеобразным сухим научным языком. То есть, ну, в виде отчётов научных, которые описывают объект, его характеристики, его классификацию, какие-то ход испытаний, способы уничтожить этот объект, воздействовать на него, в том числе с помощью других объектов SCP. Ну, если того требуется, если, как бы, так надо, если он действительно представляет большую опасность, если это объект класса Кетер, вот, SCP. Хорошо. Шаг второй. Есть такой писатель Александр Пелевин. Не путайте его с Виктором Пелевиным. Виктор Пелевин известен, в первую очередь, произведением Generation P, поколение P, которое было экранизировано, в принципе, неплохо экранизировано. Ну, и там все прочие его вещи, типа «Жёлтая стрела», «Жизнь насекомых», тот он ещё, помнится, писал, до сих пор пишет, честно говоря, давно перестал его читать, возможно, стоит как-нибудь и пробежаться. Но, на мой взгляд, Пелевин кончился, этот Пелевин, Виктор Пелевин, кончился и давно. Александр Пелевин. Александр Пелевин, даром, что, не знаю, почему он не взял творческий псевдоним, мне кажется, так было бы проще. Хотя, возможно, возможно, даже если у него настоящая фамилия Пелевин, возможно, он и издательство, которое не посоветовало явно взять псевдоним, может быть, они рассчитывали на то, что, ну, как бы спутают с тем Пелевиным, благо, что книги, ну, можно сказать, в чём-то похожи. В чём-то. Очень умеренно и объективно они не похожи, но какие-то нотки определённые схожи есть. Александр Пелевин, насколько я помню, написал четыре книги, не буду говорить романа, то есть, скорее всего, потому что по объёму они не самые большие, там, 400-450 страниц, скорее, большие повести. Но они изданы отдельно, поэтому четыре книги – это «Здесь живу только я», четверо, ну, это третья книга, четверо, вторая называлась, как же называлась вторая книга, «Калинова яма». И не так давно он выпустил четвёртый роман, который называется «Покров 17». Вот о нём я в первую очередь хочу поговорить, в первую очередь о нём, то есть, он, собственно, есть наш главный герой, рассказан. Но краткая ремарка по предыдущим трем книгам. Их объединяет несколько общих черт, которые присущи творчеству писателя. В «Покрове», кстати, всё-таки, немножко он, на мой взгляд, отступил от своих канонов, и это хорошо. Но три предыдущие книги выдержаны в каком ключе? Все они, так или иначе, начинаются достаточно в реалистичной форме, похоже. Читаешь, вроде как детектив, вроде как триллер. В случае с четверо, там, одна из сюжетных линий, она откровенно фантастическая, то есть, такая космическая фантастика, кстати, с неплохим даже твистом. И будучи даже отдельно, как рассказ, выпущено, если бы он его переписал и как-то завершил, не так, как в книге. Но это было бы отдельно хорошая, просто фантастическая повесть, рассказик. Ну, я что-то начинаю как-то плавать. И в чём суть? Начинаясь в рамках канона одного жанра, то есть, либо это триллер, либо это детектив, либо это фантастика, как одна из линий, повторюсь, «Романы четверо». Всё это в конце всей сюжетной линии, как, в принципе, и сама книга, срывалось какого-то момента в жуткий-жуткий психодел, свойственный тому, что было популярно, что я читал лет 15-20 назад. Это всякие Керуаки, это всякие Берроузы, не Эдгар Райса, а другой какой-то Берроуз, я даже имя уже не помню. То есть, что-то метафорически-психоделическое, нечто на уровне практически ассоциации чувств. Кому-то это нравится, мне это нравилось. В принципе, тогда я был по-юношески максималичен, мне нравилась такая литература, потому что мне казалось, что я читаю что-то элитарное, я делаю вид, что что-то понимаю. В принципе, с этими книгами как-то я выражался в беседе с товарищем одним, что читатели, читая подобные произведения, причисляют себя к элитариям, делая вид, что что-то понимают. А писатели делают вид, что верят читателям, потому что писатели наверняка тоже нифига не понимают, что они написали. Вот как-то так. И Пелевин, Александр Пелевин, собственно, в трех своих первых романах грешил ровно этим самым. То есть его неплохо, неплохо, гладенько, ровненько написанные произведения в какой-то момент превращались, я уже повторяюсь, наверное, психоделически ассоциативные, чувственные, возможно, но бред. Однако в Покрове он от этого избавился. Покров, на удивление, гораздо более стройный, гораздо более логичный. И даже вот этот финальный психодел, он понятен. То есть тебе не приходится искать ответы, то есть когда задаешь себе вопрос, а что было в финале, тебе не приходится искать его в каких-то метафорах, в каких-то, возможно, в каких-то произведениях, в каких-то мифологиях. И если ты не имеешь какой-то информационной базы, то, значит, ты как бы и не поймешь, что там было. Возможно, получишь удовольствие, но, скорее всего, наверняка не поймешь. В Покрове этого нет. В Покров, как ни странно, более цельное и более понятное произведение, чем предыдущие три романа. Может быть, я тупой, окей, хорошо, я тупый. Назовите меня тупым, но я считаю себя достаточно начитанным человеком. И мне, например, финалы предыдущих трех романов показались слишком метафоричными, слишком психоделичными. И, самое главное, немножко оторванными от предыдущего произведения. Чем мне понравился Покров 17? Тем, что это реально классный, фантастико-мистический, с легким флером психодела триллер. Где замени только несколько, допустим, медицины, замени отчеты, которые есть в романе. Научные отчеты. Сделай их по шаблонам SCP. В принципе, в плети, там даже ничего менять сильно не надо. Добавь немножко SCP, и у тебя реально получится хорошая новелизация какого-то SCP-объекта. И, если бы я был на месте издателя, мне бы сразу пришла в голову мысль. Опача. Ведь издатели наверняка знают, сколько серий создали просто удачные романы. Так, например, серию Сон Разумов создал, по большому счету создал и долгое время поддерживал, ну, строго ложная слепота Питера Уотца. Насколько я знаю, очень многие предрекали полный крах этой серии. Но первым романом в этой серии была ложная слепота Питера Уотца. И она так выстрелила, так запаровозила все, что серия выходит до сих пор. Хотя, честно говоря, романы там один другого слабее по большей части. Ну, да, есть отдельные неплохие вещи, но в общем и целом ничего сравнимого по качеству крутости и мощи сложной слепотой, которую я, в принципе, считаю одним из лучших романов современности, вне жанров, там ничего и близко нет. Но серия выходит до сих пор. Ровно точно так же, наверняка, я уверен, со серией Сталкер, которая насчитывает много-много романов, наверняка не начинали издатели с сильного какого-то романа. Ну, а потом уже начали выпускать все подряд, а бы было, но народ уже кушал, хавал. Не знаю, возможно, серия подзагнулась, но тем не менее. Общая логика такова, что у SCP большая фан-база. Да, с 2007 года, когда эта штука родилась на Фурчане, помнится, она уже пережила свой пик популярности. Но, тем не менее, есть несколько игр по SCP, которые люди играют сейчас. По-моему, Secret Laboratory называется SCP Secret Laboratory, сетевая игрушка. Более-менее популярны были те, что выходили игры. И будь я на месте издателя, как только бы мне этот роман, его какие-то черновики попали, я сказал бы, ёкарный бабай, это ж натуральный SCP. Я бы сразу побежал бы к правовладателям. Я в курсе, что сейчас у российского представителя SCP терки с основным штабом, что ли. Но черт с ним, какая разница. Побежал бы к тем и к тем, сказал бы, ребята, у нас есть классный роман, возьмите, почитайте. Это натуральный SCP. Это натурально то, что... Ну, это в вашем духе. Давайте мы выпустим под эту серию, давайте попробуем литературную серию. Не хотите у себя переводить и издавать? Ну, бог с вами, но вообще-то мы вам рекомендуем. И могла бы получиться вполне себе даже интернациональная какая-то серия. И писатель Александр Пелевин имел бы шанс выйти на более высокий уровень, нежели у него сейчас. Но имеем, что имеем. Имеем мы следующее. Очень неплохой роман для любителей околонаучной мистики. Я не знаю, как еще это называть. Потому что есть реально хорошие... Чуть позже, после спойлер-алерта, я вам выдам, что там происходит в части. Ну, я постараюсь охранить какую-то интригу, не буду до конца все рассказывать. Но, тем не менее, что бы я ни рассказал конкретно о событиях романа, как бы я ни описывал происходящее, это все равно спойлер. Почему? Потому что читателю, мне как читателю, было реально дико интересно узнавать какие-то новые нюансы происходящей аномалии. И пытаться вместе с главным героем понять, что же вообще оно значит, что это значит, что это происходит и как оно друг с другом связано. Именно поэтому я ничего не могу сказать для тех, кто хочет самостоятельно ознакомиться. Кроме одного. Это добротная, драйвовая, качественная мистика. Даже научная мистика. Потому что все-таки есть ученые, которые изучают эту штуку, которые пытаются постичь, которые проводят эксперименты, отчеты об этом есть в романе. И в общем на этом мне сказать нечего, кроме того, что если вам подобное нравится, настоятельно рекомендую обратить внимание, почитать книжку, реально того стоит. А теперь спойлер-алерт. Чуть больше подробностей для тех, кто не хочет читать, но как-то хочет понять, в чем, собственно, сыр-бор, о чем разговор. Покров 17 это город, в котором внезапно случилось, начало случаться выбросы, не выбросы, господи, выбросы этой сталкера. Начали случаться явления, где начало случаться явление пустоты, черноты, бесконечности. То есть, начал проявляться некий эффект, когда большую территорию просто накрывает абсолютной темнотой, абсолютной мглой, после которой на земле остаются некие черные камушки, которые, если ты их употребляешь, то ты начинаешь видоизменяться, превращаться в местных каких-то, назовем так, бесов, наркоманов натурально, гоняющихся за вот этими камушками, которые остаются после выброса черноты. Помимо прочего, где-то в центре этого самого Покрова 17 появилась своеобразная диорама застывшего боя, боя, который происходил здесь в 41-м, что ли, даже году, на этом месте. Эта диорама, по сути, и служит источником этого выброса. И все вместе это объект класса Китер по классификации SCP, потому что требуется, судя по всему, эта чернота тем больше накрывает, тем больше территория она накрывает, чем больше вот этих вот, скажем так, наркоманов, я забыл, как их называют, этих вот мелких чудовищ, которые дерутся, ну, которые готовы убить за эти камни, более того, если они кого-то укусят, он тоже начинает постепенно в него превращаться. И чем их больше, этих вот мелких бесят, так называемые, чертят, потому что они внешне похожи, они маленького роста, у них странные какие-то мутации, у них копытца, у них может быть свиной рыло, у них могут быть рожки, причем абсолютно разные, то есть не значит, что они прямо как черти, но что-то, что-то схожее. Плюс там, кстати, являются некие, как их называют, мертвые святые, здоровенные черные фигуры с алыми нимбами. И в ходе романа происходит еще много-много любопытных аномальных вещей, и самое классное, что все это в конце все-таки упорядочивается, все это в конце становится в единую стройную линию, и объект схлопывается, безусловно схлопывается, но он схлопывается логично. То есть, не глядя на возросший уровень психодела, уследить за логикой автора не представляется никакого труда. То есть, просто достаточно внимательно читать книгу, и оба-на, ты реально понимаешь, что действительно, что замышляли ученые, почему они решили, что вот такой способ, такой эксперимент может остановить объект, и он останавливает объект, что характерно. И опять же, даже если вы посмотрели спойлер-алерт, все-таки книжку стоит почитать, потому что книжка очень неплохая. И завершая, скажу то, что я сейчас дочитываю, я сейчас читал, оказывается, есть два романа Генри нашего, Лайона Олди, которых я не читал, это Черный ход и Нюансеры. Черный ход я прочитал, сейчас где-то на первой трети Нюансеров. И в следующий раз мне бы хотелось, наверное, поговорить про Олди, и почему они закончились. Честно, Олди, по-моему, кончились очень давно. И, может быть, поразмышлять, почему так случилось, и как так выходит, что одни из лучших, безусловно, русскоязычных писателей, фэнтези, фантастики, как они сами классифицировали, философского боевика, ну, вдруг, назовем так, скатились. Скатились, причем достаточно внезапно, резко и, к сожалению, судя по всему, безвозвратно. Ну, об этом уже в следующий раз. А пока что... Просрало издательство свою хорошую, потенциально интересную серию про SCP. Жаль. Просрало издательства.